Ну что, девчонки, буду начинать мыть окна. Сегодня буквально одно окошко, может быть, два успеют. Сейчас покажу, потому что скоро едем гулять. Сейчас Лёва отгонит машину, потому что мне неудобно. Я попросила его. Сейчас покажу, какие окна. Пыльные, конечно. Снимать буду полностью все эти рисунки, потому что дети все пообдирали. За окном у нас строительная площадка. Вчера работали экскаваторы. Здесь у нас без перерыва снесли дом в том году. И теперь это такая площадка, куда сгружают все строительные материалы для ремонта дороги. Вот так. Пока одеваю фартук, расскажу вам, что вас сегодня ждет в этой серии. Сегодня такой простой семейный влог. Но немножечко я все-таки добавила мотивации в самом начале, чтобы не расслаблялись. И было хорошее настроение. Сначала работаем, потом отдыхаем. Вот так вот я решила сделать. Сейчас начинаю мыть одно окно, всего лишь одно. Больше я мыть не буду, да я и не осилила на самом деле. Знаете, когда ты берешь за маленькую работу и спокойно ее выполняешь, намного лучше себя чувствуешь. Сейчас с детками парогенератором снимаем все наклейки. Они были наклеены на канцелярский клей, если я не ошибаюсь. Или ПВА был разбавлен. Наверное, даже ПВА. И все очень легко отмывается. Просто так как у меня есть парогенератор, мне, конечно, много проще и быстрее было сделать это все так. Ну, как видите, да, никаких сложностей. Все очень быстро отходит, поэтому можно спокойно клеить. Не обязательно только на мыло, можно и на клей. Сейчас хорошенечко прохожусь мылом. Сначала просто паром. И все, и теперь снимаю все это мыло. Я как-то редко, но так делаю, да, что собираю это мыло пылесосом. Вообще, конечно, нельзя, потому что если очень много пены образуется, это вредит пылесосу. Ну, когда совсем чуть-чуть, я как-то так бывает и допускаю такие моменты. Сейчас мою откосы, видите, да, какие грязные, запыленные. Хорошо все отмывалось, но хочется, конечно, здесь сделать ремонт в этом помещении. Я даже, не поверите, уже с дизайнером разговаривала, с своей знакомой девочкой. И она мне дала советы, мы все записали, где можно что приобрести. Ну, такой бюджетный очень ремонт, но пока не до этого, может быть, сложности по работе. И мы это все пока перенесли, да, не знаю, на какое время. Сейчас встала и думаю, что мне делать с окном, потому что окно было грязное. И не знала даже, за что схватиться. И снимать тоже неудобно. Давайте с этой стороны покажу вам окно. Так крапает дождик, поэтому я сейчас быстренько попробую помыть. Снимать уже не буду, потому что неудобно. Покажу, что было, а потом что стало. Паутины очень много. Внизу паучки всякие. Под балконный, или как он правильно называется, плинтус. Тоже нужно будет протереть. Сейчас покажу вам результат. Заканчиваю работу. Я взяла свой фартук и решила им уже протереть насухо, потому что все тряпки были влажные. Все отмылось. Пылесос, дождик прошел. Я сначала все вручную мыла, а потом уже дождь ушел, и можно было взять пылесос. Ну что, давайте покажу вам результат. И мне хочется показать вот два окна, чтобы вы сравнили лево и право. В левой стороне даже подоконник, мне кажется, светлее, да, светится, потому что помыты все откосы. С правой стороны намного все темнее. Я не думаю, что из-за того, что узкое окно, нет, я думаю, что из-за грязи. Намного, конечно, стало приятнее. Но самое главное, знаете, девчонки, я довольна, что я остановилась. У меня есть время еще, да, что-то делать. А я не буду. Я останавливаюсь, я пойду отдохну, и хватит на сегодня. Намного, конечно, стало лучше из окна вид. Раньше вот был вид такой, яблоня вся была усыплена такими красными бордовыми яблоками. Сейчас одно висит, не знаю, почему муж его оставил, он, наверное, не может добраться до него. В этом году был маленький урожай, уже все давно съели, что-то упало, кур склевали. Да, я покажу вам внизу подоконник. Как приятно, правда, никаких жучков, ни паучков, никого нет. Ну, рассказывайте. Было больно, манту делали сейчас. Нет? Мишу я держала, а они вообще сами зашли и все сделали без меня. Амель, больно было? А? Так переживала, тебе так хорошо, да? Уже все сделали. Ну, Левка, расскажи ты. Пойдем гулять? На мультике. Ну, давай в машине, хорошо? Пойдем. Закрывайте ручки и пойдем. Ты сколько распечатал раскрасок? Штук сорок? Да. Я им сделала скриншоты с экрана, дала мужу, он распечатал им раскрашки. И они их раскрашивают, мне кажется, пачками просто, да? Как конвейер. А ты специально по три штуки ей сделала, а? Теперь у Леди Баг она у нее будет разных цветов. Она со мной сидела и говорила, кому сколько? Мне три, Леве одну, Миша такую неинтересно. Кого уже большой, да, такой? Это Савва любит, это Миша любит. Она сидела со мной и рассказывала, кому, сколько надо таких. Раскрасок? Там у тебя еще целый файлик, да? И фонарики. Они у нас постоянно с собой. Можно Амелька торчит? Стой. Голову налево, голову направо. Амелька лево называл? Все, рисуй. Осторожно. Все, завалили папу? Все, завалили, завалили. Все, съели меня. Остались эти носки. Как эта песня была? Замечательный штанах. Сейчас покажу девчонке. Вот так вот он мне приносит... Все, поет. Вот так вот он мне приносит помидоры на обед. Обязательно с цветочком. Да, Левчик? А почему ты так делаешь? Расскажи нам. Ты хочешь маму порадовать? Каждый день цветы мне носят. Он у тебя зафигит на тебя, нормально. Откуда ты так делаешь? Все мои манеры. Все как у папы, да? Слушай, как это вот так? Здравствуйте, дорогие мои зрители. Я вас всех рада снова приветствовать. У нас на канале сегодня мы едем отдыхать. Сегодня воскресенье. И я для себя решила, что воскресенье будет выходным всегда. Сегодня в планере прям красные такие крестики нарисовала. Каждое воскресенье. С того воскресенья мы начали. Эту традицию я буду сохранять. Сегодня проснула. И, знаете, и все. Думаю, у меня сегодня выходной. Ничего не буду делать. Но завтра, конечно, пришлось. Раковину пришлось освободить и помыть. Но сейчас у нас загружена вся машина. Дети позади. Все едем гулять в туристическое место. Зайдем в кофейню. Попьем чай, дети, что-то другое. И встретимся с друзьями. Я думаю, что хорошо проведем время. Вам покажу немножко город. И покажу туристическое место, кто у нас был в гостях. Я думаю, все узнаете. А кто не был, тому будет интересно. Стойте, ждите. Сейчас все расскажут вам, потом поедете. У нас сегодня большая компания. Двое старших мальчишек. Двое маленьких мальчишек на беговеле. Еще и еще двойняшки. Получилось таких три группы. Они от нас уезжают. Мы их найти просто не могли. По всему озеру бегаем. Езжайте, езжайте. Они как погнали и все. И мы окром всего озера ищем. И никто их не замечает, как они быстро. Мы приехали в парк, в котором не были уже много лет. Потому что далековато от дома он находится. И не рвались мы как-то сюда. И здесь приехали. Оказывается, даже построили огромный бассейн, про который мы даже и не знали. И теперь хоть наш основной бассейн в центре города немножечко разгрузился. И нет таких уже сумасшедших очередей. люди стоят просто ночами, в августе месяце, чтобы записать своего ребенка. Раз. Поехали. Устроить. Амель, ты схалявила? Комбинезон у них грязный и школы поясницы теперь. Сейчас покажу, что мои отечественники наши придумали. А где вы это колесо нашли? Это для того, чтобы его кантовать. Это для печков, чтобы упал. Тихонько, тихонько. Нравится, Миш? Да. Всем нравится. Мы немножко погуляли в парке, потом все-таки поехали на остров Канта. Сейчас это такой центр, мне кажется, туризма. Особенно, когда закрыта граница. У нас тут столько, много людей. Всегда и среди недели, и по выходным. На мостке, конечно, много. Потом мы уходим в сторону. Там есть где разгуляться. Большая парковая зона. Вообще, раньше, во времена Кёнигсберга, до Второй мировой войны, когда здесь была территория Германии, это был такой остров Кнайпхоф или город Кнайпхоф, который находился посреди приголи. Это центр сухдоходства. Что-то здесь торговали. Это был плотный, плотно застроенный городок. Сейчас же, после войны, конечно, все разбомбили, снесли с лица земли. Остался только разрушенный собор. И вообще, ни за каким чудом он остался. И где-то к 2005 году его восстановили. Я помню, в детстве еще его без крыши. И потом потихоньку-потихоньку все-таки привели его в такой достойный вид. А сейчас, вот совсем недавно была реконструкция всех дорожек. Сделали еще дополнительную парковую зону. Кстати, да. Тут рыбная деревня. Они достраивают еще целую линию. Этого всего не было. Но вот сейчас продолжают, потому что туристы приезжают. Приятно очень место посидеть. Много кафешек советую. Но я думаю, что кто к нам приезжал в гости, обязательно посетили эту зону. Красивая мелодия. Правда? Я как-то не подумала. Надо было подольше задержать это мгновение. Сейчас прослушиваю. Каждый раз этот отрывок очень нравится. Мы зашли в кафе и решили с детками покушать. Выходной день. Воскресенье. Как можно еще провести? С друзьями. Весело. Целый детский сад у нас сегодня. Нам даже удобнее, наверное, не за столиком, а за таким кубиком. Что мы заказали? Такие два набора брускет. С моцареллой, с рыбой. И еще было с колбасой. Или аккуратнее. Америка с колбасой взяла. Булочки такие шоколадные и с вишней. С вишней, Мишуньки. Чай. Вкусно, Сав? У нас вкуснее. Да, там супчик и паста. Ну, мы уже домой приедем. Будем дома кушать это все. Мишунь, тебе вкусно? Мишунь. Вкусно? Ой, хорошо, правда? Там музыка какая хорошая. Правда, нас сказали, что, предупредили, что с QR-кодом можно только сесть в кафе, а у нас QR-кода нет, поэтому мы вот так простенько обустроились здесь. Ну, пока никто не проверял. Вчера, правда, проверяли, да, Аминь? Лёвка, ты не расстроился? А нет, ты не расстроился. Ну, как вы прониклись нашей обстановкой, как хорошо было. И вот после таких воскресеньев хочется еще и еще такого отдыха. Покажу вам немножечко рыбную деревню. Мы даже одного малыша здесь потеряли, потому что самокаты напротив выстроили вот такие огромные дома. Не знаю, на самом деле, для чего они это сделали. И издалека кафедральный собор. И как может заканчиваться прогулка долгая, да, с мамой? Один кричит, другой поет, третий дуется. Четвертый вообще убежал в чужую машину. Все, все устали, пора домой всем. Да, дети? Пойдем. Так, наши запретные сладости на сегодня. Кому что сегодня досталось? Сави нутелла. Сегодня акция на нутеллу. Давно у нас ее не было. Так, что там еще? Тающая жвачка у Миши? Что еще? Миш, у Амели какие-то медвежата. Я не могу сейчас выйти, а вот ты можешь. Ты хочешь, Вадя, угостила? Нет, мы домой придем, хорошо поедим супчик. И тогда вместе с папой попьем чай. Нас угостите. Рады? Дети? Они так ждали чай. Говорят, мамочка, завтра же воскресенье. Дети, расскажите, вы папу угостили своими сладостями? Вы намазали папе нутеллой бутерброд? Лев? Я сам намазал. Сам намазал? Ну, я вижу твое брюшко после нутеллы. Это подвесной топливный башен. Мне сладко, я сладко, я сладко, я сладко. Мама гуляет с детьми, а дома у нас... Что это такое вообще творится? Все бросили, уехали. Мы не тут долго приехали. Да, мы просто приехали. И ну, раковина у нас пустая. Девчонки, кто участвует в марафоне? Видите? Девчонки, хотите, покажу, чем сейчас буду заниматься. О, что-то прям ногу поцарапала и больно. Мне нужно сейчас деткам ставить стелечки. Купила новые, в Савелии уже 39-40, мне прям не верится. Я уже в его кроссовках даже гуляла как-то на море, потому что забыла обувь и притык, конечно, но уже как раз. Мне уже даже, не жалея такая старая, не верится этому возрасту. Савелию заказала, потому что у него был вальбус с самого рождения. Мы ходили в таких специальных, знаете, мема, может быть, кто знает, такой бренд. Босоножка дорогих с задником, специальную стелечку нам туда вставляли. И когда он пошел в первый класс, до первого класса мы носили такую обувь, когда он пошел в первый класс, мы пошли в Хорватии, и когда доктор посмотрел на его обуви, мы проходили комиссию специальную, и она мне сказала, знаете, снимайте это все, потому что в Хорватии вообще не принято никаких босоножек, ортопедической обуви, они все ходят в кроссовках, если это зима, то вот в таких, да, или каких-то потеплее, если это лето, то совсем в леденьких, каких-нибудь вот таких, да. Это нормальная обувь, у них нет специальных, там, босоножек каких-то, они всегда в кроссовках, мне кажется. И мы с Аверио, конечно, купили кроссовки, и купили, просто я вынуждена была купить ему просто стельки. Заехала в ортопедию, выбрала стельки, в ортопеды мы тоже были, и он тоже мне сказал бы, зачем вы мучаетесь с этими дорогими босоножками купить ребенку стельки. Я помню, что я в детстве тоже такие похожие носила, они, конечно, дубовые, да, вот так, видите. У нас носит Лев и Савелий. С Мишунькой пока не знаю, у Амери все в порядке с ногами. У Лёвы сейчас 29-30, я ничего, или подрезала ему немножко, нет, мне кажется, ничего не подрезала. Как раз у него новые кроссовки, я вставила, и он ходит. Ну, даже ни слова уже, вот неделю ходим, ни слова не сказал, потому что, мам, мне жмёт, или вот где как раз подъемчик, да, бывает, что больно. У Савы прям было поначалу мозолю, он натирал себе, но был эффект. Когда мы пришли через год там за новыми стельками, доктор говорит, все в порядке, у него нога уже выравнивается, поэтому мы ходим и носим дальше, босоножки никакие специальные мы не носим. Вот, поэтому с Лёвой все в порядке, не буду ничего обрезать. А Саве надо обрезать, потому что вот эта вот часть, сейчас вытащу ему красную, вот видите, да, вот так вот. Она просто не влазит ему в ботинки, эта стелька, ему придётся немножечко её здесь ножничками, прям по стелечке подрежу. И так он будет ходить в школу, конечно, на спорт, на физкультуру лучше так не ходить. А если это вот просто, как он ходит у меня в школу, в обувь, то и зимние ботинки, да, потому что, конечно, вот такие ортопедические зимние, не накупишься этого всего. Вот, подрезала, сейчас посмотрим, вставится или нет. Они, конечно, не пружинят, поэтому лучше их поставить вот так вот. Ну, задничек тут ничего не мешает, как-то вот, ну, не знаю, мне кажется, они прям идеальные, ровненько так встаёт. Всё, сейчас попробуем. Сам, конечно, не очень любит, ему натирает этот подъём, и он, конечно, не хочет. Ну, а что делать, потому что вот так они выглядят, то есть ничего не видно, а внутри стелечка специальная. Вот так, и всё, и ребёнок бегает, тут ничего не съедается, оно прям ровненько, гладко получается. Очень всё удобно, и эта часть гнётся, потому что она как раз, вот, мы сейчас всё это подрежем, будет в порядке. И второе, хотела вам показать кроссовки. Заказывала я их, по-моему, по весне, я вам показывала декатлон для Амелии, для Миши, вот новые, представляете, в новом состоянии. Сейчас, конечно, грязные, но вот нигде ничего не произошло, могу спокойно рекомендовать. И сейчас мы точно такие же, только уже большой размер, заказали Лёве. Довольно счастливый ребёнок, тут на такую мокрую погоду, ещё не сильно холодную, хорошие очень ботиночки. Да, ну, у них, они такой, то есть, ну, у них тут может протечь вода. Ну, вообще, конечно, они сбоку идут специальные такие вставки, носики. Вот если вы сейчас сравните Амелия, ботиночек и Лёвен, у Амелии меньше намного защиты, да, от воды, у мальчишек побольше. Вот ещё часть носики, ну, здоровские. Вот для меня это такая обувь, которая и летом, и сейчас, они одевают, у меня нет проблем. Они болит, даже если мокрая трава. Они пошли то же самое, что вот комбинезоны, которые бангрибут. Вот мне хочется прям купить второй набор, потому что где-то постирать. Одел, и не надо думать, какие штаны, какая куртка, что ещё туда пододеть, какую футболку. Они одевают, внизу непонятно даже, что может быть домашняя какая-то одежда, застегнули и пошли. Вот эти вот ботиночки, вот то же самое. Давайте я вам близко покажу. Если это Калининград, то Ортомедия называется магазин. Надо лучше заранее позвонить и спросить, есть ли размеры. Они посмотрят, в каком магазине, да, у них представлены наши размеры. Вот нам попался со второго раза, да. Вот видите, что ничего там ему не жмёт ребёнку. Всё так гладко получается, он заходит, ножка у него. Всё ровненько, здесь жёстко, конечно, но ничего страшного, пусть ходят. Зато ничего у него, вот сюда нога не заваливается. Тут всё очень хорошо держит. И вам сейчас близко Амелькины покажу. Вот эти, кстати, моделька в зелёном цвете были даже на распродаже сейчас, или в оранжевом. Но нам размер не подходил. Вот Амелькины. Вообще ничего, видите, никаких трещин. Не помню, стирала я в стиральной машине, может быть, разок крутила, может нет. Они какие-то, знаете, не марки, вот протёр тряпкой, и всё, они идут дальше. И не надо их стирать. Вот этим, например, да, по ним видно сразу, что они грязные. Я кидаю в машину стиральную и прокручиваю. Наводим порядок, где она сказала. Наводим порядок. Вечерняя уборка. Да, Амель? Я только забыла вам сказать стоимость. Я заказываю в магазине, покупаю, да, в ортопедии, убираем вещи. Получилось застегнуть? Да, уже все, они уже покупали, все лохматые. Одна пара стелек стоит 1880. Но вы их будете носить, то есть они идут, например, на два размера, 39-40. И мы ходим, ну, год это точно, да, в каждую обувь и зима, лето, осень, везде можно вставлять и носить. Мне кажется, намного дешевле, да, чем каждую пару покупать по отдельности. Всё, дорогие мои, буду с вами прощаться. Надеюсь, что через денёчек опять с вами увидимся. Всем пока-пока, хорошего вечера.